Итак, камера пошла. Здравствуйте, пациентка инкогнито. Здравствуйте. Так. И здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители канала врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова на платформе YouTube. Сегодня у меня вот должна была в это время быть консультация, ну вот, ну, там фосмажорные обстоятельства и так далее. Хорошо, что у меня есть этот проект, что время не терять. Значит, я моментально, как раз, пациентка написала мне, что она, значит, хотела бы проконсультироваться, и я ее тут же, вот, я ей сказал, пишите, вернее, звоните, и вот, поэтому мы проводим эту консультацию. О пациентке я, как обычно, ничего не знаю. Так, пациентка инкогнито, прежде чем мы начнем с вами консультацию, работу уже, по сути дела, я бы хотел, чтобы вы дали мне разрешение. Я сейчас произнесу фразы, парочку фраз, а вы мне скажете, разрешаете или нет. Итак, я, пациентка инкогнито, разрешаю врачу-психиатру, доктору Джорджу Горбатову при соблюдении им тайны или в секрете, или при гарантии необнародования моих, скажем так, этих данных личных, да, или конфиденциальных, а это место жительства. Правда, я и не знаю точно, меня это не интересует, значит, конкретно адрес, номер дома, номер квартиры и так далее, тоже не знаю имя, отчество, фамилия. Так вот, если доктор Горбатов, значит, обязуется не, скажем, опубликовать или, скажем так, обнародовать эти данные, то я разрешаю доктору Джорджу Горбатову разместить аудио, материалы нашей с ним сегодняшней консультации на его канале. Почему я говорю аудио? Потому что вас будет только слышно. Я вас-то сейчас вижу, но я вижу вас в скайпе, а здесь у меня стоит на селфи, я вижу только себя. Итак, вы даете разрешение? Здравствуйте, да, я пациентка, я даю разрешение для размещения этой информации, аудиозаписи на сайте Джорджа Горбатова. Спасибо, все. Ну, а теперь начинаем работу, начинаем, как обычно, рутина с паспортных данных. Сколько вам лет? Тридцать девять. Тридцать девять лет. Семейное положение? Замужем. Сын семь лет. Сын семь лет. И последний вопрос. Чем занимаетесь? Нигде, а чем? У нас своя типография, ну, типография, да. Производим продукции, руководить и производством. У вас свой бизнес, да? С мужем, с мужем, да? Отлично, все, хорошо. Так, ну, а теперь обозначить проблему, по поводу которой вы обратились ко мне и вообще, которая мешает вам жить, да. Пожалуйста. Тревога, панические атаки, сейчас апатия, потеря интересов. Так. И аппетита нет. И аппетита нет. Так, хорошо. Значит, вы были у кого-то, да, уже обращались? Ну, значит, все похоже на депрессию. Какую вам депрессию поставили? Тревожная. Тревожная. Ну, это же стандартная сразу же. ТДР всем. Так, хорошо. Хорошо, ладно. Скажите, пожалуйста, когда вы впервые заболели? В 20 лет. Первый приступ панической атаки был. А сейчас вам 39. А, 39. Так, значит, это 19 лет тому назад. Угу. Почти что 20 лет. А до 19 лет все было? До не было ни панических атак, ни тревожных, ну, никакой такой патологии не было. А тревожность была? А тревожность? Тревожность общая была, но она не мешала совершенно. Ну, просто житейская тревожность за родителей, за брата. Понимаете, что молодая девочка, родители молодые, я еще понимаю, если родители болеют, тревожатся. А вы, значит, конечно, она была у вас выражена. Да. А когда вас к доске вызывали, вы напрягали в школе? Ну, в разумных пределах, не до дрожи, просто. Ну, так мне даже еще не хватало, чтобы паника была, да? Вот, это паника может быть, если ничего не знаешь, вот, и так далее. Ну, хорошо, экзамены, как вы на экзаменах, вот, чувствовали себя перед экзаменами, вот, волновались? Тоже мандраж и волнение, да. Ну, все, вот вам и тревожный, вот вам, так сказать, фон, это конституционный. Скажите, а как вы думаете, от кого вы получили эту вот тревожность повышенную, от папы, от мамы больше? Я думаю, и с той, и с той стороны. Не, но все-таки от кого больше? От мамы, наверное. От мамы, да? А что вас роднит с мамой в этом отношении? Вот как раз из мухи слона делать и сильно переживать, тревожиться. Правильно. Хорошо, а папа, вот вы сказали, и папа тревожный, а в чем же тревожность папы? Вопрос с папой такой, что мама с ним развелась, когда мне было 5 лет, и когда мне было 10, он умер. А чего, стоп, 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 а чего умер? Он пил сильно и умер как бы от сердечной недостаточности. А в каком возрасте? Молодым? Молодой был совсем, 33 года. Поэтому, я думаю, от него тоже. Нет, так от него. От него, понимаете, тревога от мамы. Ну да. Тревога от папы, может быть, и посложнее что-то, понимаете? Сейчас будем разбираться. Почему? Значит, папа был алкоголик, запойный или регулярно вот пил? В зависимости от того, есть выпивка или нет. Или запойно? Ну, мы не жили последние 5 лет с ним, и я, соответственно, ребенком была, поэтому трудно сказать. Нет, 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 стоп, стоп, стоп. Мало ли что, вы понимаете, все одно и то же. Что мама говорит об этом? Что мама вам рассказывала про папу? Поначалу он пил ситуационно. Он работал экскаваторщиком и просто после работы пил. Кем работал? Экскаваторщиком был. А мама, да, я понимаю, да. То есть рабочий был. А мама имеет образование? Мама образование техникум, да. Понятно. То есть он пил, ну как пил, как все, скажем так. Как все пили, да. А что ж потом мама рассказывала? Они поженились рано. Мама меня родила в 18 лет. Соответственно, она еще совсем молоденькая была. А папа и мама одногодки? Нет, папа был старше. Ему было на 4 года, по-моему, старше было. На 4, так, понятно. Ну и как же дальше? Он что, начинал пить все чаще и чаще? Ну да. И, соответственно, мама уже, ну как, гулянки всякие были и пьянки вот эти вот периодически. А он устраивал эти попойки дома или вне дома? Да нет, он не дома, нет. И скандал он не устраивал. Он не устраивал скандалы? Нет. Мама рассказывала, он не устраивал скандалы? Нет, он не устраивал скандалы. Агрессивным не было? Нет. А почему же мама все-таки разошлась? Ну, встретила, я так думаю, моего отчима, познакомилась с ним и влюбилась, и ушла Подождите, даже если папа не пил бы, так она бы тоже ушла Ну, я думаю, что да, она, скорее всего, ушла от родителей, от контроля родительского раньше И вышла замуж, у отца была квартира, и жили они хорошо, хорошо зарабатывали Подождите, подождите, значит, мама, мама, очень рано, в 18 лет вас родила, забеременела в 17 Значит, мама просто сбежала из дому, да? Ну да, скорее всего, от контроля От этих вот, да, от условий дискомфортных для нее, понятно И она вышла замуж за папу, а потом... А потом встретила, ну, они и живут до сих пор с моим отчимом У них хорошо, всегда по-разному, но до сих пор они все вместе До сих пор живет, так, хорошо А как же судьба папы, значит, когда мама разошла с ним? Как папа отреагировал на это событие? Он отпустил ее, ну, с трудом, но отпустил Ну, хорошо, нет, а как он... Ну, он переживал, конечно, переживал Он переживал, а как... И начал пить уже, я так понимаю, запойно Потому что периодически он лечился в наркологии, психологии вот этой... Скажите, а вы хоть знаете, что такое запойное пьянство? Да, я знаю, что такое, когда он пьет долго-долгое время Ну, недолгое, по-разному, может, и двое суток, а потом несколько месяцев не пьет, а может, недели, две-три, а может, и месяц пить, а потом вот это, то есть, понимаете, приступы пью, не пью, пью, не пью, вот и все Так вот это у папы было запойное, да? Ну, да, да, запоем А как долго продолжался у отца запой? Трудно сказать, это я не могу Вы не знаете, да? Потому что ни мамы, ни я не жили уже с ним Понятно, но вы и маленькая были Сколько он был, 10 лет? Когда он умер, был 10 лет Ну, понятно, вы его не видели Скажите, а что вы знаете, значит, у отца, у отца братья-сестры родные есть? Это дяди-тети по отцу? Да, сестра старшая есть, наверное, но связи с ней нет Вы о ней ничего не знаете? Здоровая она или болеет? Нет А бабушка-дедушка по отцу? Так получилось, что бабушка умерла еще до моей мамы вообще От чего? Что-то с сердцем было С сердцем? Не рак, не что, а сердце Она не пила, она работала, просто рабочая специальность А что, молодой умерла, да? Ну, в 55, наверное 55 лет Так, а деда, что известно о деде? А дедушка умер, когда мама с отцом поженились Через год он умер, он пил Пил? Ну, пил не запоем, а просто периодически пил, ну, как рабочий специально И он то ли замерз, то ли я не понимаю Замерз на улице, пьяный Да Так он был алкоголик Алкоголик, да, алкоголик, но не то, что запойный, он работал Ну, понятно, понятно Что ему... Нет Работал Вы понимаете, запойные тоже работают Причем, причем, причем Когда они не пьют, вот Я говорю вообще, не конкретно Это прекрасные работники Ну, да Понимаете, поэтому многие начальники даже закрывают глаза Если запой длится несколько дней И вот такой, значит, человек не выходит на работу Почему? Потому что он знает, что последующие несколько месяцев Он наверстает все то, что он за эти три дня запил Так что это другое дело Значит, вот вам по папиной линии Дед алкоголик Причем, молодым, наверное, умер Более-менее, относительно Ну, дедушка в районе 60-ти Ну, правильно, замерз, замерз, замерз Да Но зимой, да, упал и все Конечно, вы же сами понимаете Так, ну и папа А тете вы ничего не знаете Нет, она уехала У нее был муж, мама рассказывала И ребенок был Дочка тоже, вроде как И они куда-то уехали В ее здоровье душевном Нормально все было Ну, как, не пила она ничего Ну, это раньше, когда мама Ну да, а сейчас я не знаю Я даже не представляю Хорошо, все, все Вот по папиной линии дед, папа Все Причем, естественно, там Злокачественно все было Теперь давайте по маминой И вот у мамы есть братья-сестры? Мама одна Мама одна Хорошо, бабушка-дедушка Что известно? Бабушка с дедушкой умерли Бабушка была здоровая Не пила Ну, как по праздникам просто Уравновешенная была Абсолютно добрая Она в меру строгая Но ко мне очень добрая была Ну, вообще А дед? А дед? Не лечилась у невропатоза? Нет, нет, нет Ничего не лечилась А что вы о деде знаете по маме? А дедушка мой Тоже любимый Он был строгим Ну, добрым Не пил много Он всегда в обед рюмочку выпивал Никогда пьяным я его не видела А я проводила с ним очень много времени То есть каждый обед Он для аппетита Да, он просто рюмочку выпивал, да Ну, он был спокойный? Спокойный? Да, он был спокойный Он строгий был, но спокойный Никакой агрессии Никогда в жизни он руку не поднимал Ни на кого А что значит строгий? В вашем понимании? Строгий он требовательный просто Просто требовательный Чтобы порядок был Чтобы все работали Чтобы не сидели на суликоре Скажите, а кем работал дедушка? Машинист на тепловозе На заводе работал Локомашинистом Да, локомашинистом И умер от чего? И в каком возрасте? Вот это страшно и тяжело Он повесился Ему было 75 лет От чего? Почему? Причина известна? Предположительная Предположительно, да Известно Причем Он заболел Что-то было с суставами Артрит, артроз Я не знаю Извините, извините Что-то жена пропала Я выключу телевизор Да Работает А, у него была онкология А бабушки уже не было, да? Нет, бабушка была Так Бабушка была И это все случилось Просто Я-то болею этой болезнью уже давно И я про это все знала И Мы возили его по врачам Он был в своем уме абсолютно Ну, как Нормальный мужчина Подождите По каким врачам вы его возили? Ну, к хирургу А, по онкологам Онкологам, да? Да И незадолго до этого Я возила его Он, потому что у него пропал сон Он не спал И я его возила в психиатрическую больницу К доктору Записывали его Подождите, стоп, стоп Почему психиатрическую сон пропал? Потому что сон пропал И Он плохо Ну, он мало ел Так он еще в депрессию погрузился? Вот, возможно, да Мы подумали Ну, и с родителями Что, возможно, это депрессия Я с ним съездила к этому врачу Он выписал просто снотворные какие-то Все понятно Давайте, давайте мы сейчас обсудим А рак чего был у дедушки? У него что-то было с суставами Я не поняла до конца А почему вы считаете, что рак? Ну, какая-то онкология, сказали Я выписку просто не посмотрела После тех событий Я не стала ковыряться Ну, в общем, в общем, в общем, в общем У него боли не было? Были очень сильные боли, да Были боли Ну, поэтому он и не спал Да От болей, наверное И поэтому я не могу сказать Была ли это депрессия Или это было просто Ну, как Морфи или производные морфи Снимают Скажем, неактивным Ну, конечно, неактивным Ну, так вы говорите, что не... Нет, это да Да, да, да Нет, конечно, он стал не таким активным Хорошо, это была неожиданность Он вам сообщил о том, что я не хочу жить Нет А как, это же был шок Шок Конечно Конечно Это был шок Подождите, еще один вопрос Еще один Понимаете, шок, шок Меня интересует именно душевное здоровье Я уже генетику проверил Скажите Он же жил с бабушкой Он жил с бабушкой Но у бабушки был же инсульт Она ему старше на 9 лет была Бабушке было несколько инсультов И она, ну, как своеобразная была уже В это время Да не своеобразная, а деменция была Ну, она все соображала Ну, какие-то глупости Она вечно говорила там Она не заговаривалась, нет Она не вспоминала там детство никакое, ничего Но уже она не совсем понимала Вот серьезность вот этого всего То есть серьезность болезни деда Да, да Подождите, подождите Так это в присутствии бабушки Дед повесился Да Подождите, а где он повесился? Они жили в деревне Здесь недалеко, рядом 15 километров от нас всего лишь Там был хороший дом И газ, и отопление, все было И они там жили И ночью вот он Неожиданно, неожиданно А когда вы его, вы или мама В последний раз видели? До смерти? Дня за три, наверное Мы каждую неделю к ним ездили Ну, хорошо, вот скажите мне А как дедушка реагирует? Он его надел, он же не проявлял Значит, нежелание жить То есть вы же не ощущали? Я не понимала этого, нет Я не понимала Ну, вы-то, ладно А сколько вам лет было? Ну, мне-то было уже много Мне было 30 лет Нет, подождите, вы не понимаете Но вы же не видели, понимаете? Человек в депрессии Он говорит, я не хочу Чем-то Нет, нет, он так никогда не говорил То есть он проявлял При нас он не говорил Он проявлял, вы видели Он проявлял интерес к жизни Да, да, да Он охотно ездил к врачам То есть он надеялся Да, он надеялся Он действительно надеялся Потому что я с ним ездил И муж мой ездил Он надеялся, что ему помогут Понятно, понятно, понятно То есть он надеялся Он надеялся, что помогут ему То есть он не собирался Нет — Скажите, а перед вот этим, скажем, самоубийством, суицидом никакое известие не получил он от врачей или вы ему не сообщили неприятно? — Нет, ему, видно, хуже стало, потому что вечером, вот эта ночь случилась, а вечером он позвонил маме моей и что-то говорит, у него живот болел или что-то такое. Она говорит, ну и что я сделаю? Говорит, давай я приеду завтра, типа. Ну и как-то они поговорили, и все. И бабушку ночью позвонила, вот ночью. — Хорошо, а у меня еще один вопрос. А почему дедушка, вот вы сказали, на 9 лет, почему он, значит, более такую старшую женщину? Это что же что-то бросается в глаза? — Я не знаю. Пока они встретились с бабушкой и полюбили друг друга. — Нет, подожди. — Но они прожили же сколько лет, получается? — Сколько? — 50 точно прожили, золотая уже была, 50 с лишним лет они прожили. — Ну хорошо, деду было сколько, вы говорите, 60? — Дедушке было 75. — А 70, а бабушке уже под 80? — А бабушка, да, 84. Она после него прожила полтора года, 84-85. — Скажите, а как бабушка, вот интересный вопрос, потому что такое впечатление, понимаете, что такое инсульт? — Это, скажем так, очагея, это гибель коркового вещества серого, там деменция идет, органическая деменция. — Как бабушка отреагировала? Кто нашел, кстати, дело? — Она, она. — Ну и что, позвонила или нет? — И она позвонила сразу, да. — Хорошо. — Мама ей позвонила, а мама уже позвонила мне. — Хорошо. Следующий вопрос. С вашей точки зрения, как бабушка отреагировала? Она поняла, что случилось? — Она, мне кажется, поняла. Нет, она поняла, наоборот. Она, мне кажется, знала. Ну, как не то, что знала, а ожидала. — Подожди, подожди. Что значит ожидала? — Ну, она, он, возможно, с ней говорил о чем-то, но она с нами об этом не говорила. — Подождите, это ваши домыслы или бабушка вас предупреждала? — Бабушка не предупреждала, это было уже, ну, когда Держка умер, мы ее к себе забрали, она жила со мной и с мужем. — Ну, понятно, понятно. — И она уже на эту тему говорила. И я так поняла, что он на эту тему говорил с соседом, с лучшим другом своим. — Потому что он был верующий, и с кем-то он обсуждал, но не с нами. — Подождите, он был верующий, а верующий знает. — Ну, видно очень... — Да, это наоборот, это помогает верующим совершить, потому что грех это... — Да-да-да, вот я почему и... — Хорошо, хорошо, ладно, больше мы ничего не сделаем, так? — Скажите, а у деда были родные братья, сестры? — Да, был брат, он умер, спился. — Спил? — О-о-о! — Сердцем спился. — Подождите, спился? — Да. И он умер, ему было 55, наверное. — Все. Это же родной брат. — Да. — А про бабушка, про бабушка, про дедушка ничего не знаете? — Знаю. — Что? — Даже про бабушку я даже немножко застала там, и про бабушку умерла уже за 80 лет. У нее была грыжа, ее взяли на операцию, и что-то пошло не так. Она была в своем уме, все хорошо было, не пила. — А дед? — А дед? — А вот дед, ну, он войну прошел, был добрый, но я его, конечно, не застала. — Прадед, это прадед. — Прадед, прадед, да, прадед. — Я его не застала, конечно, но, говорит, он, мама вспоминает, он был добрый, но выпивал. Но не за поями, а выпивал. Ну, как в деревне просто рабочей. — Ну, хорошо, а бабушка с ним, мама, это же бабушка и дедушка мамы. — Да. — Мама не знала, бабушка воевала с дедом, а то он выпивал. — Что он выпивал. — А, ну то, что выпивал, это не знаю я, честно говоря, но мне кажется, нет. — Ну, я вам скажу так, я вам скажу так, дедушка, который прошел, прадедушка, который прошел войну, в принципе, ну, вы говорите, выпивал там не так уж, значит, как вы говорите, иногда, значит, алкоголиком не был, а умер от чего? Не знаете? — Вот это я не знаю, я что-то забыла. — И в каком возрасте? — Уже в возрасте, в большом. — Так, но двое его сыновей, у него два сына было, один закончил жизнь суицидом, был немножко строгий, но добрый, вот, а второй был просто алкоголик и умер. — Ну да. — Значит, все-таки, все-таки, либо от прабабушки, либо от прадедушки, вот, кто-то там это передал. — Скажите, а мама? Мама ж тревожная, да, вы говорите? — Да. — Ну, до патологии, до патологии тревожная? — До патологии. У нее, когда был предклимакс, были панические атаки, но как-то она попила лекарство, и у нее прошло, и, в общем-то, больше этого нет, никаких депрессий, никаких панических атак, больше ничего такого не было. — То есть, она лечилась, да? — У нее с давлением это было связано, она не пила антидепрессанты никакие, она просто там успокоительные какие-то пила. — А как мама вас воспитывала? — Мама меня воспитывала, она молодая была, тут нормально воспитывала, не в строгости такой, в контроле, она из-за того, что тревожная, я это прекрасно понимаю, она, конечно, контролировала меня, чтобы я никуда не пришла, да, да, да. — То есть, я был комендантский час, не пойти вовремя, а за оценки ругала? — Нет, я училась хорошо, и никогда меня не ругали за оценки, за тройки, за двойки нет, даже если они у меня были, я их всегда исправляла. — А мама жива? Жива мама? — Да, конечно. — Сколько лет сейчас? — 58. — Я еще молодая. — Ну да, она же родила рано меня. — Да-да, но она на пенсии уже, да? — Нет, работает, она у нас работает, но на пенсию, у нас же сдвинули пенсионный возраст, вот она должна в этом году пойти на пенсию. — Да-да-да, подождите, я уже и забыл, а что мы о папе говорили, да? — Да. — А что мы, напомните? — Папа умер в 33 года от пьянки. — А, папа, да-да-да, от пьянки. — От пьянки. — Да, в общем, короче говоря, и по маминой линии, да, и по папиной, да. А, значит, а папа, скажем, от своего, от вашего деда получил, да, тоже выбирал. — Да. — Все ясно, все-все, я вспомнил. Да-да-да, ну, что я вам скажу, и мама тревожная. Так, еще последний вопрос. А у вас есть братья и сестры? — У меня брат, но он от другого отца. — Сводный, сводный. — Да. — Ну, все, это меня уже не интересует. — Но он тоже цепанул эту тревожность также от мамы. — Ну, это когда он от мамы мог получить. Хорошо, все, значит, я вам скажу, конечно, по отцовской линии в 33 года это страшная вещь. По маминой суицид деда, правда, в старом, значит, в старости на фоне, там, болезни, вот. Это немножечко, но все равно, вы понимаете, очень многие, понимаете, инстинкт самосохранения, наоборот. Вот, я хочу жить, я хочу жить, там, и так далее. — Ну, вот. — Понимаете? Ну, всякое бывает, значит. Но его брат, его брат, это дядя, нет, это не дядя. — Это мамин дядя. — Да, это мамин дядя, да. Это вас двоюродный дядя, вот, значит, видите, он был алкоголик и рано тоже умер. Так что вот вам и идет. Все с наследственностью, с генами, гены по обеим линиям хреновые, скомпрометированы. Я так вижу, что вы уже образованы и уже знаете о генетике, да? — Да. — Да, потому что сейчас очень многие не придают ей абсолютно никакого значения. — Да нет, это все, конечно, все гены, а как по-другому? Если я в сыне своем вижу и себя, и мужа, ну, конечно, это гены. — Подождите, что вы видите? — Ну, в сыне своем я вижу черты и характер, и себя, и мужа, конечно, это гены. — Ну, так вы поймите, но многие, это другое дело, понимаете, видят черты, но я имею в виду о патологии, это же касается не только душевных расстройств, а очень много, и сердечно-сосудистые, и онкологические, и пошло-поехало, и так далее, там, и эндокринологические. — Хорошо. Как мама рожала вас? — Все хорошо. — Она молодая была, родила, сразу меня отдали ей, все хорошо. — Без патологии, то есть вас на учет не брали. Вы росли, развивались нормально, да? — Да, да, все хорошо. — Вовремя ходить, вовремя там... — Да. — И говорить. — Недержания мочи не было ночного? — Нет. — Не было заикания в детстве? — Нет. — В школе, как бы сказали, хорошо учились, да? — Да, я хорошо училась. — Но была беспокойная, тревожная. — Была тревожная, да. — Тревожная. Хорошо, хорошо, что думали о том, что с мамой, да, и так далее, и так далее. — Ну да, то брат уедет на каникулы какие-то, я рисовала себе, что там что-то с ним случилось. — Подождите, стоп-стоп, а брат старший или младший? — Младший. — Младший. Ну, как я его воспитывала... Как воспитывала? У нас семь лет разницы, соответственно, он всегда со мной был. — Подождите, а родители воспитывали? Мама воспитывала очень? — Да, конечно, воспитывали, но мама тоже... Он в 91-м году родился, жизнь была непростая, работали, и, соответственно, он со мной был постоянно. — Понятно, понятно. То есть родители работали... — Ну и воспитывали, конечно. — Да, но он оставался с вами. — Ну да. — Так вот, а сколько вам было лет, когда брат на каникулы, а вы переживали? — Вот лет, наверное, 14. — И вы уже пережили? — А я пережила. — Да, конечно. Это же ненормально. В 14 лет! В 14 лет! А почему эта мысль, что с ним что-то там? Понимаете? — Ну, от мамы. Она начинала переживать, и я уже начинала следом переживать. — Ну, от мамы, от мамы, понимаете? Мама, если вы были... Мама, понятно, что она переживала. А если вы были бы спокойны, то сами понимаете, мама переживала, а вы бы наоборот. — А я сказала, да нормально все будет, да. — Да, да, да. — Хорошо, хорошо. Так. Ну, а как жизнь вот протекала вот в детстве? Нормально, да? — Жизнь протекала по-разному с родителями. — Давайте так, давайте не будем замысловатыми загадками. — Да, да, да. — Значит, я вам прямо вот что скажу. Если была бы возможность заново родиться и прожить жизнь, да? Вот. Значит, вы когда покинули родительский дом? — Я в 19. В 19 лет. — Да, кстати, кстати, вот что я не уточнил. Вы же говорите, дедушка был строгий, который покончил жизнь, а мама сбежала из дому. От кого она сбежала? От деда или от бабушки? — Я думаю, ну, от дедушкиной, наверное, вот это вот, от дедушкиного контроля больше. — Правильно. — Бабушка более лояльная была. — Видите, вот я как-то упустил, вы же мне сказали об этом. Понимаете, если мама сбежала, так, вышла, как, скажем так, за кого не попадя, лишь бы, лишь бы, лишь бы избавиться, значит, конечно, дедушка был довольно строгий. — Да, это ко мне он по-другому, да, относился, а к маме, конечно, он был строгий, да. — Вот это тоже, вот вы понимаете, это тоже вот оно, как бы, скажем так, коррелирует с самоубийством и так далее. Хорошо, ладно. Так, так вот, что вам не нравится, чего бы вы не хотели, если была бы вот такая, значит, возможность? Кстати, когда вы покинули родительский дом, в каком возрасте? — В 19 лет, я думаю. — 19, да, 19 лет. Так, вот давайте так, до 19 лет, что бы, если бы вы заново, от нуля до 19, чего бы вы не хотели, если была бы такая, возможно, это фантастика. — Не хотела бы, наверное, только единственного, очень, ну, как, ну, для меня он стал отцом, потому что в 5 лет мамы за него замуж вышли. У нас были хорошие отношения, но он пил. — А, пил, да? — Да, и периодически он устраивал какие-нибудь эти… — Скандалы? — Скандалы, да. — С мамой? — С мамой, да. — С мамой или по отношению к вам? — Нет, ко мне он не проявлял ничего такого, не было. А к маме он, ну, это, ну, периодически они ругались просто. — Ну, это часто было? — Это было, ну, как часто, раз в месяц, раз в месяц. — Хорошо, хорошо, это до 19 лет? — Ну, в целом, да. — Так. — Да, это продолжалось. — Все ясно, все ясно. Следующий вопрос, я буду переживать когда, то есть перебивать, не обижайтесь. — Да. — Хорошо, как вы реагировали на это, вот что самое важное? — Ну, переживала, опять же, за маму, за то, что вообще вот это происходит. — Подождите, а почему вы, что, угрожал маме? — Нет, нет, не то, что угрожал, но она нервничала, конечно, она плакала постоянно, вот это вот все. И периодически я говорила, разведись и не добавившись. — А вы знаете, а вы знаете, вот, что меня сейчас заинтересовало, какой вопрос? — Какой? — А вот следующий, папа пил, так, там, не любила, любила. И второй пил. — Значит, получается, что и дед пил, вот этот, который покончил жизнь самоубийством. — Нет, 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 дедушка не пил. — Ну, вы же говорите, ежедневно за обедом он выпивал. — А вы знаете, это и есть алкоголизм, только культурный алкоголизм. Вы что думаете? Вы знаете, публика считает, алкоголик это тот, вот, упал и лежит на земле. Вы знаете, я когда работал молодым врачом в селе, этим вот участковым врачом, значит, до этого я никогда не пил спирт. И вот был момент, мне там было 24, может быть, 25 лет, значит, поехали в район после сдачи крови и там, значит, заведующий отделением, значит, переливания крови спирт. — Угу. — Я не понимаю, я вот, ну, 25 лет, и я его пил как водку, а спирт это в два раза сильнее, чем водка. — Ну да. — И вот вы себе представляете, я смотрю, у меня вдруг я сижу, значит, пью, и с шофером, значит, УАЗик был, и я чувствую, что куда-то я исчезаю, понимаете? Я говорю, Володя, надо ехать, это на Украине было, я говорю, надо ехать туда, значит, по пути, значит, и он пьяный, ну, так медленно, хорошо вез, по пути мы останавливались и, значит, опорожняли мочевой пузырь, все было хорошо, голова была чистая. Вот я приехал, значит, уже прямо, он уже привез меня к хате моей, этом грязи, все это в сапогах мы, вот, я, голова чистая, я выскакиваю, скакиваю с этого УАЗика, с переднего, значит, места, справа от водителя, и падаю. Вот вам и все, но это же не значит, что я алкоголик, а вот, значит, я вот тут в Германии, в Германии, значит, каких алкоголиков, так называемые культурные, пригалсты, и все, и так далее. Но каждый вечер он должен выпить несколько баночек пива, каждый, он без этого не может, или вино, тут вино, пиво красное, понимаете, а ваш дедушка, вы же не сказали, он пил, скажем так, регулярно, регулярно по рюмочке, значит, вот это регулярно по рюмочке, строгий к маме, мама сбежала из дому и суицид, понимаете, вот вам и сошлось. А кроме того, дед выпивал, и его брат, алкоголик, и умер, вот вам, вот вам и все, понимаете, уже много и не надо знать про дедушку, понятно, что он не был, значит, там какое-то было генетическое, конституционное предрасположение. Хорошо, так вот, значит, вам не нравилось, что... Ругались родители. Ругались родители в пределах, в пределах культурного, скорее всего, поэтому ее и тянуло, вы понимаете, тянет маму не на алкоголиков, она сбежала из дому, а тянет на такой характер, как у отца было, у мужчин с характером, значит, какой был у ее отца. Ладно, хорошо, все, значит, что еще вам не нравилось? Да и все, наверное, остальное было все, как у всех, нормально. Как у всех, то есть больших, особых страданий не было. Меня никто не бил, никто не ругал. А то, что папы не было, вы тосковали по папе? Ну, папа все-таки, вот чем это очень. Да, периодически я вспоминала, но не так, что тосковала, но, конечно, наверное, в более старшем возрасте мне хотелось встретиться все-таки бы с ним. Но он уже к тому времени был мил. Очень, да, уже его не было, да. Так, ну хорошо, а как же в школе вы не были изгоем? Нет, я не была изгоем, в школу ходила с удовольствием, но меня дразнили. Если заметили, что я темноволосая, меня периодически дразнили цыганкой или какой-нибудь такой, вот иногда было такое. Нет, я заметил, а вы на цыганку не похожи. А в кого вы, а в кого вы, Шатанка? Да, я похожа больше на папу, но и мама тоже такая смуглая. А что, какая-то примесь есть, значит, крови, цыганка? Нет, все отсюда, все в другом поколении. Понятно, то есть вас называли цыганкой, в каких классах? Ой, наверное, это был пятый, шестой, седьмой класс. А как вы реагировали на это? Ну, конечно, мне не было приятно, но я не замыкалась и никому не жаловалась, ну, дразнили, дразнили. А из-за этого не бывали моменты, когда в школу не хотели ходить? Ну, из-за этого, ну, все время... Нет, чтобы в школу не хотела ходить, нет, мне было неприятно, естественно, то, что меня дразнили там мальчики из класса, но чтобы я не хотела ходить, нет. Понятно, но это несколько лет длилось, а потом в старших классах все это... Ну, да, уже это прошло. Понятно. Как жизнь сложилась? Вы что-то закончили или нет? Да, я закончила 11 классов, институт закончила. Да, только не говорите, какой. Так, а по какой специальности? Мне нравилось чертить, и я пошла на инженера-технолога. Технолога. Работали технологом? Нет, когда я узнала зарплаты, какая у них там, я не пошла работать. Так, а кем же вы работали? Пока училась в институте, я потом перевелась на вечернюю, сначала на дневном училась, я пошла работать проверкой счетчиков на заводе. Нет, подождите, ну, это подработка была. Подработка была, да. А после завершения? А потом мы с мужем открыли... А, вы сразу же открыли. Муж хороший, нормальный, проблем нет? Нет. Понимает, понимает вас? Он понимает, да, мою болезнь за столько лет, и все, и он поддерживает меня. Поддерживает, отлично. Ну, хорошо, все, никаких таких событий. Это вот предприятие работает, не бывает там банкротств и так далее, или нет? Нет, бывают разные времена, но из-за этого мы никогда не опускали руки, не переживали. Конечно, были совсем такие малоденежные времена, но сейчас нормально. А вообще, это склонность у вас, что вверх, то вниз, или это просто связано с чем-то было? Это связано с сезонностью, и вот эти вот курсы доллара, потому что от этого зависит стоимость оборудования и расходных материалов, то есть из-за курса. А что вы печатаете, альбомчики, да, календари, ну, всякое-то... Календари, визитки, листовки, книжки, буклеты, все печатают. А порнографию тоже, нет? Нет, такого нам нельзя, но... Да и заказов не было. Понятно, это я пошутил, ладно. Хорошо, все, как будто бы в этом плане, отлично. Так, теперь возвращаемся к болезни. Да, скажем так, травмы не было головы никогда? Нет. Тяжелый, тяжелый. Там менинги-то, этого тоже не было. Хорошо, так, значит, первый приступ был, когда в 18 или в 19? В 20. В 20 лет. В 20 лет, правильно, в 20 лет. Как это произошло, на каком фоне? Причина была какая-то? Нет, не было причины, просто мы собирались куда-то с мужем гулять, и вдруг мне стало плохо, дышать стало тяжело. Так, сердце застучало. Да, сердце застучало, но такой прям, ну, какой-то страх был, но не такой прям сильный. Ну, я отдышалась, и, в общем-то, мы поехали гулять. Сначала не обратила внимания на это. Не обратили даже, да? Ну, как обратила внимание, но... Ну, не зациклилась. Чуть поплотилась, не зациклилась на этом, да. Но спустя там неделю, наверное, ночью у меня уже паническая атака... Повторилась. Повторилась. Да. Конечно, тут я уже испугалась, что и задыхаюсь, и сердце, больше задыхалась я, наверное. Я думала, а я еще простывшая была, ОРЗ была, ну, как простуда. Я подумала, что, может, с легкими что-то. Вызвали скорую, посмотрели, все нормально. И после этого началось хождение по врачам. Ну, хорошо, и как долго вы ходили? Не долго, пару недель я ходила по врачам. Ну, и какое заключение? Ну, все здорово было, и меня направили к неврологу. Невролог выписал в то время какие-то таблетки. Она сказала, что это тревожная, ну, что тревога. Она выписала таблетки, вот сейчас не помню. И я попила их прям буквально месяц, и у меня прошло все. Ну, это были антидепрессанты или что? Нет, мне кажется, это было просто успокоительное. Понятно, понятно. Так, хорошо, значит, прошло. И когда следующее обострелось? И через какое-то время, через полгода, наверное, они начали постоянно меня долбить. Что, к паникам? К долбить. Паника, паника, да, началась постоянно. У меня не было тревоги просто так вот именно, тревоги не было еще в то время. У меня панические атаки были вечером. Как часто? Ну, сначала там раз в неделю, а потом уже почти каждый день они были. Подождите, вы говорите вечером, по вечерам? Да, именно вечером и ночью, да. А почему? Не знаете? Может, потому что первый раз было тогда ночью. А, ночью было. Скажите, вы что, пробуждались, да? Да. Или не могла уснуть, у меня начиналась паническая атака, или я просыпалась, начиналась паническая атака. Я ходила, там, дышала, давление мерила, успокаивала. То есть, сон был нарушен, да? Сон был нарушен, да, в плане ранних просыпаний не было. Именно вот проснешься ночью, паническая атака, потом не можешь какое-то время уснуть. Там, где просил мужа, чтобы он не спал сам. Аппетит, вес? Нет, ничего этого не было. Настроение, работоспособность, интерес к жизни. Все на месте было. Были просто панические. То есть, только, только, вот, тревога в виде паники. Хорошо, вы опять обратились к кому-то? Нет, больше я не стала обращаться. Не знаю, по какой причине, просто пила успокоительные такие, травяные. Периодически глицин, пассив, там, подобное. И жила с этим. Потом я уже понимала, что это такое. И как же долго вы жили с этим? Долго. Ну, сколько долго? Сейчас скажу. Лет пять, наверное. Так, лет пять. Значит, это в двадцать началось. Значит, где-то двадцать пять-двадцать шесть лет. Ну, и что? А потом что, надоело или усилило? А потом, да. Они не то, что усилились, мне это надоело. И я стала нервозная какая-то. Постоянно вот эти недосыпания, постоянно мне плохо. Вся жизнь моя зависит от того, будет у меня паническая атака, не будет. И вот это вот все накатило. И муж меня отвез к врачу. У нас как раз появился знакомый психиатр. Это в областной центр, да? Ну, да. Ну, и что же он диагностировал? Тревожное расстройство и... И что он назначил? Поксил двадцатку. Двадцатку. Так, это вам двадцать шесть лет, а сейчас тридцать девять. Как долго вы принимали и эффект какой? Прошло достаточно быстро. Через... Ну, в течение месяца, наверное, меня перестали панические атаки. Я вообще... Все как надо было. И пила я их полгода. Да. И потом постепенно закончила. Так. Как долго сохранялась ремиссия? Сейчас, десятая, одиннадцатая. Где-то год была ремиссия, наверное. То есть, все было нормально, да? Да. Что через год, двадцать семь лет? Постепенно опять начали возвращаться панические атаки. Так. Только панические? Панические атаки. Вес, аппетит, наслаждение? Нет, нет. Ничего не менялось, жизнь не менялась, все шло так же, просто были панические атаки. То есть, скажем так, во время паники плохо, паника проходила, интерес был, и развлекаться, и работать. Мозги работали, кушать готовила, да? Да. Ну, все было. И все продолжалось как, ну... Хорошо. Через, значит, опять возобновилась, через год опять паксил, да? Нет, потом опять я жила-жила с этим. Сколько? И вот как раз с дедушкой случается. Не понял? Жила, с паническими атаками, пила просто растительные эти опять... Да, как долго, как долго? А сколько это получается? В четырнадцатом году дедушка умер, значит, это получается десять, четыре года где-то. Подождите, подождите. Значит, четыре года, а смерть дедушки, как она сказалась на вашей болезни? Вот через... это случилось в августе с ним, и в октябре у меня уже начались панические атаки, да такие, что меня трясло прям. И я уже испугалась, и поехала в городе, в психиатрическую больницу. Подождите, подождите. Значит, приступы стали острее, да? Сильнее? Да, они сильнее стали, да. А еще что-то прибавилось или нет? Приступ проходил, и все было нормально, или как? Нет, была апатия небольшая. Уже появилась апатия. Да, и что меня больше испугало, то, что меня на зрение это дало. У меня прям резко подсело зрение в тот момент после этих панических атак. И я уже пошла к врачу. Так, ну, опять к психиатру уже, да? Да, опять к себе к психиатру. Ну, и он тоже самое делал. Тоже самое, да. И так же паксил, и так же двадцатка была. Так, ну, и эффект, и как долго? Так же пропила я полгода. Пропила я полгода. Помогло? А, нет, вру, обманываю. Помогло, помогло где-то через месяц. Я уже вошла в нормальную колею. И пила я уже два года, наверное. Потому что потом, получается, в конце пятнадцатого года я схожу с лекарств медленно, и я беременею. Как вы сошли? Как сошли? Два года? Медленно, да. Не-не-не. Медленно. Не-не-не. Меня не надо. Меня были только... Эмоциональность была повышена, чуть слезы какие-то. Я вся такая прям была... Не агрессивная, а именно слезы какие-то. Ну, в общем-то, сколько длился синдром? Пару недель. Пару недель. А потом все, исчезло, да? Да. Потом все прошло. И я забеременела. И через месяц вернулись панические атаки. Я беременна. На фоне беременности? Да. Так. Опять к врачу или так беременность? Пошла я к врачу. Естественно, мне ничего нельзя. И кое-как. Я месяца три, наверное, и похудела, и тяжело было. И не спала я. Вот уже присоединилась депрессия. То, что я не спала, у меня не было аппетита. Врач мне никак не мог помочь, потому что я была беременная. Ну, кое-как на успокоительность. Вы похудели намного? Ну, я была беременна, я немного похудела, но я не набирала, получается. Ну, дело же не в этом. При беременности вес, наоборот, растет за счет ребенка. А я, наоборот, не набирала вот эти пару месяцев. Но гинеколог, акушер, объяснял это депрессией, да? Да, да. Хорошо. Роды прошли нормально? Да, прошли роды нормально. Никаких панических атак в родах не было, ничего не до этого было видно. И я родила, все хорошо. Это какой год? Семь лет? Семь лет назад. Да, семь лет назад. В шестнадцатом году, в сентябре, я родила. И кормили грудью, грудной? Кормила месяц я грудью. И перестала кормить, стала пить лекарства, потому что уже было... Подождите, так паника продолжалась? Да, паника продолжалась. И не только паника, и депрессия уже? Вес не стали набирать после родов? Нет, я после родов не набрала вес, нет. Я была в том же весе, похудела немножко. И начались панические атаки опять дальше, и плохо стало. И ночью я плохо спала, и были страхи сильные. Я пошла ко врачу, и опять стала пить таблетки. Скажите, а вы продолжали работать после родов? Да. А, ну, нет, после родов нет. Ну, до родов я работала, потом я в декрете три года была. Нет, 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 меня интересует после рода, потому что депрессия появилась уже в беременность. Да. Скажите, вы не заметили, что как-то изменился вот ваше отношение к окружающей жизни? Как-то все как-то стало уже не так ярко и не так интересовало? Я, да, да. Я была зациклена только на себе и на своем вот этом состоянии, и мало что интересовало вокруг. Мало что интересовало. И работа тоже. Ну, надо, просто надо, и все. Да, да. Надо. Хорошо. Вы пошли опять к врачу. Это 16-й год, так. В 17-м году. В 17-м году. И что же он, и что же он? Опять то же самое, или уже депрессия? Поксил. Поксил уже теперь не прекращая. Как долго? В 17-го? В 17-го года. Вот я вышла в ремиссию на 40 миллиграммах. Через месяц, через два я вошла в ремиссию на лекарствах. И получается до 20-го года я пила 40. 40, но я потом понизила. Я спустилась за 5 миллиграмм и чувствовала себя хорошо. А после 5 миллиграмм я все равно ушла в депрессию, в панические атаке. Подождите, как? Значит, 40, вы плавно-плавно? Да, плавно снизила до 5. До 5. А почему именно до 5? А почему? Потому что я чувствовала себя хорошо. Как долго вы чувствовала себя? Все, я понял, понял. Как долго на 5 хорошо продолжалось? Месяца 4, наверное. А потом вы чувствовала себя? А потом, да. Кстати, а возврат ухучения и обострения, они в какой сезон? Это было в декабре. Ноябрь-декабрь, да? Да. Обычно именно конец осени? Да, октябрь, ноябрь, декабрь у меня в основном. Ага, понятно. Ну, это эндогенность, конечно. Хорошо. Так, значит, на 5 стало опять хуже, и вы повысили до какой дозы? Мучилась, мучилась, повысила до 50. Потому что до 50 меня не проходило ничего. Было лучше, но не проходило. Это в каком году вы дошли? В 20-м. В 20-м году до 50, как долго на 50? И какой успех был? То есть ремиссия? Полная ремиссия была, да. Полная ремиссия. Год я была на 50, потом постепенно я стала снижать. Ну, очень-очень медленно, потому что в ремиссии я была, считай, 2 года. Это на 50 или нет? Нет, закончила я на 10 миллиграммах, и начался рецидив. Подождите, значит, все-таки, а как долго вы уменьшали на 10 миллиграмм, да? Да, очень долго, полгода точно это было. Ну как, по 2-3 недели уменьшали? Нет, месяц я могла на... На очередной дозе, да? Да. Хорошо, значит, месяц на 10 было хорошо, да? Да, да. А на 5 вы уже и не пытались перейти? Нет, 5 я даже не успела уже, и уже на 10 у меня рецидив был. То есть опять довели до какой дозы? А вот тут уже хуже. Это было в февраль 23-го года, год назад, считай. Нет, в февраль? А, в февраль, да, да. Ну, теперь уже в февраль был, да. Не в декабре, а в феврале. Я сходила к зубному, и у меня началась паническая атака. Неделю я как-то так всяк, я думала, ну, пройдет. А потом нет, уже и депрессия началась, панические атаки, тревоги. Но вы продолжали на 10 миллиграмм? На 10 я была, да, пару недель я была на 10, потом я поняла, что уже нет смысла, надо поднимать. И в течение, получается, марта, апреля, май, я подняла до 50. Летом ремиссии полностью не было, были редкие панические атаки. Но летом я более-менее себя чувствовала, но не ремиссия была стопроцентная. А в сентябре уже по полной опять меня развернуло. Я подняла до 60, нет, полной ремиссии все равно нет. И все равно у меня симптомы какие-то определенные. Аппетит то есть, то нет, а панические атаки и тревога, она все равно остается. И какое-то вот настроение у меня всегда нормальное, но интересы все снижены. Все вокруг моего здоровья вот этого. Ну, это похоже на ТДР. Хорошо, значит, насколько вы оцениваете от нормы 90-80% на 60 миллиграмм? 70, наверное, 70-80. 70-80. Это с сентября, да? Да, с сентября месяца. Ну, уже февраль заканчивается. Ну, хорошо, что еще вас заставило сейчас обратиться? Я просто подумала, что, может, к ПАКСИЛу я уже за столько лет привыкла. Я перешла в декабре на СИПРОЛЕКС. СИПРОЛЕКС, да. На какую дозу? Я начала с 10, думаю, может, плюс 10 меня как-то. Нет, 15. И сейчас я 20 начала пить неделю. Хорошо, вы почувствовали что-то, изменения в лучшую сторону, нет? Нет. Вы знаете, я вам... Ну, лучше оставайтесь... Скажем так, вот 20 эстеталопрамов СИПРОЛЕКС и 60 пароксетина. Одинаковое состояние? Да. Одинаково. Вы знаете, что я вам советую? Вот. Значит, во-первых, прекращать уже вам... Я догадываюсь. Да, ни в коем случае. Значит, но я вам советую вот что. Я вам советую добавить к 20 миллиграммам эстеталопрама немножко либо венлофоксин, только в пролонгированной форме, либо дулоксетин. Так, начнёте венлофоксин 75-150, посмотрите, если на 75-20 нормализуется. Ну, хотя бы будет 90, всё, больше не надо. Нет, 150. Или дулоксетин 30 начнёте. То же самое, что и на венлофоксине. Поможет, значит, больше не будете. Нет, на до 60. Скомбинировать два антидепрессанта. А потом придётся отменить один, посмотрим, какой через полгода, если вы достигнете ремиссии. И так и будете принимать. А большая вероятность, что поможет добавление? Я просто переживаю, что... Большая вероятность. Это знает Господь Бог. Но в моей практике я это использую. Именно если на СИОС, это СИОС, эстеталопрам. Слава Богу, умничка, что вы перешли, потому что на пароксетине там синдром отмены ужасный. А так вы перешли на эстеталопрам и как-то... Понимаете? Очень часто, очень часто, если в монотерапии на СИОС и пароксетин СИОС и эстеталопрам не удаётся достичь ремиссии, добавление вот этого СИОС и Н, значит, он хорошо, в общем-то, дополняет и удаётся достичь. Это первый вариант. Второй вариант. Если вас устраивает 70, так продолжайте 20 миллиграмм принимать, но уже даже и снижать нельзя. Меня не устраивает. В том-то и дело, что у меня сильная тревога и панические атаки сильные. Подождите, так у вас и сейчас панические атаки встречаются? Да, они встречаются. Удивительно. Скажите, а подъёмы бывают? Вот вы принимаете 20, плохо-плохо, а потом вдруг лучше становится, нет? Нет, всё зависит от того, от тревоги, есть она или нет. Если тревоги нет, я более-менее... Нет, так вот тревога, от чего она зависит? Она вверх-вниз, вверх-вниз или как? Нет, она утром есть, потом она вечером у меня почему-то появляется. Вот удивительно, почему вообще к вечеру должно становиться лучше? Почему к вечеру? Возможно, потому что панические атаки все ночью и вечером вот эта вот ситуация... Подождите, так у вас с днём не бывает паник? Бывают, но редко. В основном по ночам? Нет, всё ночью, да. Вы просыпаетесь. Может быть, это даже и не паника, просто просыпаетесь, тревога, сердце. Понимаете, паника – это ярко, это... Нет, ярко, ярко, это я знаю, что такое паника, это ярко, что я начинаю метаться... Метаться, вскочить, то вы, конечно, скорую помощь не вызываете. Нет, конечно. А что принимаете для снятия приступа паники? Тиролиджин иногда я пью, но крайне редко. Тиролиджин, а почему? Ну, панику... Ну, хорошо, такой приступ сам проходит ночью. Ну, успокаиваюсь, да. Ну, сколько он длится? Вот проснулась... Скажем так, вот когда вы... Сегодня ночью была паника? Нет, последние два дня не было. Ну, хорошо, давайте два дня, три дня назад. Была паника? В котором часу ложитесь? В одиннадцать где-то. Засыпаете? Через сколько засыпаете? Через полчаса где-то. Через полчаса. Когда просыпаетесь от приступа, тревоги? В два ночи могу, в три. Два-три ночи, так. Как долго эта тревога сохраняется, и вы опять засыпаете? Минут тридцать сохраняется, а не спать потом могу там до пяти, до шести утра. А потом засыпаю опять. А, значит, все-таки после того, как тревога утихает, спать вы уже не можете засыпать. А где-то пять под утро засыпаю. Ну, это, конечно, это как раз я вам хочу сказать. Конечно, у вас ТДР. Я не люблю это, но у вас классика. Во-первых, помогал вам парокситин. Если бы вы... Да, вы понимаете? Если бы вы не на пяти, там, скажем так, десять сразу же, возможно, было бы иначе. Или как минимум на двадцати и принимали двадцать, возможно, все было бы нормально. А так у вас получалось так. Ремиссию достигали, прекращали. А я уже давно заметил, что чем чаще ты прекращаешь, а потом возобновляешь лечение, то прежние дозы уже не помогают. Пятьдесят, а потом шестьдесят, да. А потом уже и шестьдесят не помогает. И надо, значит, вот, добавлять. В таком случае добавлять. Поэтому, конечно, конечно, план такой. Значит, вот вам надо добавлять. Только если венлофоксин, значит, 75-150, только доставайте в ретардированные, в капсулах. Не в таблетках. Таблетки на Западе не используются, они все идут туда. Понимаете? Это, они коротко действуют, два-три, они только могут тревогу усилить. Или дулоксетин. Значит, 30-60 дулоксетин, начнете с 30, поможет хорошо, все, остановитесь. Если нет, 60. И так полгода. А потом отмените и останетесь на этом. Ну, вообще, потом посмотрим. Ну, вот так. Ну, это, конечно, ТДР. А депрессия сохраняется сейчас? Интересы снижены и аппетита нет. Ну, не худеете. Ну, на СТЛАПРАМИ не худеете, да. Скажите, значит, аппетит. А что значит интересы снижены? Дом, работа. Ну, что дома? Дома что? Нет, я говорю, дом, работа и почти никаких интересов других нет. Подождите, а работа интересует или надо просто? Работа интересует. Все, интересно, вы загораетесь? Да, да, я загораюсь, но в меньшем объеме. Раньше это было, ну, когда была ремиссия, это было больше рвение. Рвение, вот, правильно, 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 правильно. Хорошо, а развлечения? Такое ощущение, ничего не хочу. А раньше хотели? Да. А хобби есть, были? Хобби всегда было работой моей. Да, работа, понятно. Ну, хорошо, хорошо, секс, мне это не снижает? Меньше, да. Меньше, так, следующие суицидальные мысли. Нет, я боюсь после дедушки, я боюсь этого. Не боитесь, боитесь, но дело не в дедушке, это другое дело, что страх. А вообще бывает, что вот устала я от этого? Нет, я устаю от болезни, естественно, но нет, я хочу найти выход, выздороветь, зачем? У меня ребенок, да и я сама жить хочу. Да, 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 ну, отлично, нет, это диагноз, это классика, это такие действительно. Вообще-то вы страдали ГТР всю жизнь, а потом к этому ГТР присоединилась депрессия, поэтому ГТР это в 41.1, а депрессия тревожная, это в 41.2, они рядом, это одно и то же. Просто было, конечно, сделано. Было легче. Да, вы понимаете, в чем вся проблема? Вот первый раз бы, когда вы начали принимать ПАКСИЛ, и, значит, это было бы первый раз, я бы тоже вам сказал, отменяйте, прекращайте. Но второй раз уже все, уже надо было обязательно достаточную поддерживающую дозу. Понимаете, вот включайте, не терпите, принимайте вот вплоть до нынешнего, скажем так, года, да, поскольку мы живем так. И вполне вероятно, что все было бы более-менее нормально. А вот это вот отменяю, увеличиваю, отменяю, увеличиваю, вот оно, вот это ошибка. Вот если бы, вот если бы, понимаете, у вас все-таки ремиссия была больше, вы же помните, сказали, после первой ремиссии полгода, или даже несколько месяцев, я уже... Ну да, там мало было. Да, мало, понимаете, вот это уже подозрительный признак. Почему? Потому что если бы ремиссия там 3, 4, 5 лет, так все правильно, зачем же принимать? Но если через несколько месяцев опять, скажем так, рецидив, то, конечно, уже полно... Ну, о чем мы уже говорим? Уже теперь ничего не делали. Значит, сейчас вам, поскольку действительно длительно принимаете, вообще умничка, что перешли на эсеталопром, правильно сделали. Значит, надежда вот на то, что добавление, конечно, поможет. И я уверен, именно вот 30-60 или 75-150. Почему? Потому что в этой дозе он добавляет, значит, именно серотонин к эсеталопраму, но поскольку у вас еще и апатия небольшая, и как-то уже нет той радости, и, понимаете, вот как-то, и так далее, то он еще немножко и действует и на норадреналин, и на дофамин, поэтому получится, в общем-то, я предполагаю, что будет то, что надо. Хорошо, спасибо. У вас есть врач, он вам выпишет, да? Ну, схожу, к платному схожу, психиатр. А вы вообще что, где в ПНД на учете стоите? И в ПНД я стою на учете, да. Стоите? Да. Ну, как стою на учете, да. А у вас это вот, а как с правами? Плохо. Второй раз вот я меняла, когда права, у меня 10 лет прошло, и я меняла права. Второй раз пришла за справкой, они, конечно, сказали, что уже это, ты на учете стоишь, но они, скрипя сердцем, дали. Что, дали, что здорово, да? Да, вроде как депрессия не считается противопоказанием. Ну, это еще хорошо. Это еще мне повезло, да. Мне кажется, если я во второй раз приду, будут уже вопросы. Нет, это, вы знаете, все будет зависеть, какие требования к ним. Если бардак дадут, а если строго и наказывать могут, вот могут, если по вас спустится инструкция, что нельзя и так далее. Ну, в общем, такой случай, конечно, у вас, скажем так, не требующий. Но я вам больше, кстати, а за сыном ничего не замечаете? Не замечаю, тревожный. Так он в вас или в папу? Папа спокойный, нормальный, ваш? Папа спокойный, да, он спокойный, не нервничает лишний раз, а сын тревожный. То есть вас? Да. Ну, будем надеяться. Ну, может, перерастет, может. Ну, его нет, будем надеяться другое, что если по линии вашего мужа... Нет, да, у мужа нету таких проблем. Да, да, так не только у мужа, а у его родственников нет. Нет, нет. Ну, вот, что его ген, он немножко смягчит, понимаете? И, может быть, ваш сын и будет тревожным, но амбулаторно будет справляться, понимаете? Не дойдет до того, как до вас дошло. Ну, в общем-то, вот так, видите, довольно быстро. Почему случай такой простой в диагностическом плане, понимаете? Вот там ничего. И в целом, в целом, там меня обвиняют, что я там ставлю бары, там борделяйны. Ну, вы понимаете? Ну, баром здесь сидит, потому что я думала, нет у меня бара никакого. Нет, нет, нет. У вас классика, понимаете? У вас классический тревожно-депрессивное расстройство. Классическое. Тревога. Все. Вот это F41. Кстати, а обсессии не бывает навязчивости? Навязчивые мысли бывают небольшие. Ну, какие? Ну, в смысле, ну, вот когда панические атаки, я боюсь, что потеряю контроль. И могу что-то... Нет, так это страх. Это страх, это паника. Потеряю контроль. И что, потеряю? С ума сойдет? А вдруг я... Нет, вдруг я что-то сделаю, что-то накричу или еще что-то. Закричу? Ну, да. Я кричу всю жизнь без паники. А я боюсь. Я теперь лишний раз, я даже с ребенком уроки делаю. Я настолько уже прям контролирую себя, чтобы, не дай бог, там даже волос не повысить. Я боюсь этого даже. Почему? А вдруг я с ума сойдет? Ну, это уже фобия. Это уже фобия. Понимаете? Если... Почему? Потому что, если вам хочется крикнуть, высказаться, а вы будете держать, это только вред вам. Значит, надо сбросить. Подумаешь, так это же нормальное явление. Ну, это нормально, если человек раздражен, если кто-то там что-то не то делает, и появляется вот такая раздражимость, агрессивность, хочется послать. Я был с супругой, все в жизни не ругал, все в жизни. Вот она в этой, я тут сразу же использую все это. Ну, ну, так это норма. Нет, у меня муж спокойно, он не любит это все, никаких вот этих руганий он не любит. Ну, так слава богу, вам повезло. Мне повезло, мне очень повезло. И он же не пьет, да? Не алкоголит. Ну, вот это и хорошо. То есть, в принципе, в принципе, я вам хочу сказать, что если вы подберете лечение, и потом будет подобрана, скажем так, вот такая поддерживающая доза, и будете ее принимать, то, в принципе, в принципе, вы будете гарантированы от рецидивов. Если ничего менять не хочется. Значит, давайте мы с вами так договоримся. Значит, вы выберете или, или, или венфоксин, только ретар, ретар, капсула. Да, я понимаю. Либо дулокситин. Значит, попринимаете где-то 6-8 недель и свяжетесь со мной, если я буду на коне, если смогу. Мы с вами обсудим этот вопрос и, значит, наметим планы на будущее. Договорились, да? Договорились, я там в форуме написала вам вопрос. Вы можете консультацию туда скинуть, резюме этой консультации? Нет, так я сделаю, да, я это коротко, коротко. Вы сегодня сбросились? Да, да, я сегодня написала. Хорошо, хорошо, я напишу, я напишу. Хорошо. Спасибо большое. Если вопросов нет, будем завершать. Если будут вопросы, я вам в форуме там напишу. Хорошо, все. Значит, я вам опять хочу, это у вас не самое страшное. Я просто переживаю, что паксин меня не держит. Это Р и тревожная депрессия, я всегда пишу. Это самое безобидное, ну, в кавычки, потому что это все-таки болезнь. Неприятно. Да, кавычки, кавычками, но безобидное тоже остается. Самое безобидное из всех душевных расстройств. Оно хорошо лечится, и у вас хорошо лечилось. До определенного момента, пока вы, ну, вот этим вот туда-сюда, принимая и не принимая, вот, немножко не деформировали это. Ну, я думаю, что все будет хорошо, ладно? Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания, счастливого. Так, где тут? Ну, вот так, видите, вот и ТДР. ГТР, ТДР, так что всякое бывает, поэтому не надо меня подозревать в том, что я вот направлен. Ну, там, где ТДР, там я и ставлю ТДР. А где бар, там и бар, где барделяйн, там и барделяйн. Вот, где бред, ну, вот, ну, с бредом не обращается, там будет шизофрения. Хорошо, слушайте, сегодня у нас уже 17 февраля 2024 года, суббота, вот, и завтра, если все будет в порядке, все будет хорошо, смогу, ничего не помещает, будет стрим. Ну, где-то пораньше, где-то, значит, по нашему времени это будет где-то 3, значит, 4, это 2 часа прибавить по московскому, это будет 5-6 часов московского времени или киевского тоже. Все, слушайте, спасибо, до свидания.